Украина введет санкции против российских олигархов и они будут максимально соответствовать мерам, которые уже ввели Соединенные Штаты Америки. Об этом Петр Порошенко заявил во время визита в Германию. Президент Украины провел переговоры с новым министром иностранных дел этой страны, президентом, председателем Бундестага. Но ключевой встречей была все же с Ангелой Меркель. О чем они говорили, расскажет Татьяна Лагунова. В гостях у Ангела Меркель Петр Порошенко сегодня в Берлине на переговорах с канцлером Германии. Это первая встреча лидеров после того, как в стране была сформирована новая правящая коалиция. И Меркель в четвертый раз официально заняла пост главы правительства. Тем для обсуждения накопилось много ситуаций на Донбассе, перспективы миротворческой миссии ООН и, конечно же, строительство газопровода «Северный поток-2». Энергетика была, пожалуй, одной из самых острых тем встречи. Накануне визита Петр Порошенко в интервью изданию «Хандельсблат» призвал Германию отказаться от реализации этого проекта. И в качестве альтернативы вложить средства в модернизацию украинской трубы. Ангела Меркель, которая ранее не раз заявляла, что «Северный поток-2» — это исключительно бизнес-проект, несколько изменила свое мнение. Здесь есть и политика, признала канцлер, и заверила, если газопровод будет построен, Украина не потеряет статус страны-транзитера голубого топлива. Не может быть такого. И я вчера говорила об этом в телефонном разговоре с российским президентом, что в результате строительства «Северного потока-2» Украина утратит значение страны-транзитера газа. В любом случае речь идет о российском газе. Независимо от того, идет ли он через территорию Украины или по дну Балтийского моря. То есть зависимость от российского газа остается. Но для Украины этот вопрос имеет стратегическое значение. Поэтому «Северный поток-2» без понимания, какой будет транзитная роль Украины, с нашей точки зрения, невозможен. Остальной набор тем традиционный, и позиции Украины и Германии во всем схожи. Минские договоренности должны быть реализованы, «Нормандская четверка работать», переговоры о миротворческой миссии ООН продолжены. «Мы надеемся, что пропозиции, которые высказывают вместе Франция, Немеччина, Украина, Соединенные Штаты Америки, относительно проекта решения Ради безопасности ООН, относительно проведения миротворческой миссии, которая будет не эскортом для наблюдателей ОБСЕ, а будет полноценной, полномасштабной, которая сможет раззброювать незаконные збройные формирования, защитить людей, которые живут на оккупованных территориях, и наблизить безопасные кондиции для начала политического процесса местных выборов. На жаль, мы пока что позицию России не имеем, позицию поддержки, но мы не втрачаем надея на то, что наша неполегливая работа может привести к позитивному результату».